Ну, хорошо, я спрошу вас по-другому. Был ли заговор? Просадили Масимова, его обвиняют в госизмене. Что там произошло? На мой взгляд, заговора никакого не было. Никто не хотел захватить власть. Такаев, он по всем проявлениям являлся до января этого месяца переходной фигурой. И он сам лично, судя по его поведению, он с этой ролью смирялся. К тому же Назарбаеву стоило просто принять решение о замене Назарбаева, то это можно было осуществить буквально в раз. То есть заговора внутри власти, такого дворцового переворота не было. Произошла совершенно другая ситуация. С учетом того, что я говорил, о воле народа. Ну, тут можно много говорить, какая. Значит, первое, что, наверное, людей интересует, почему именно так в январе произошло. Взрыв, убийства, погромы и все-все-все. Это самая яркая точка вот этих всех событий. Если говорить, что переворота не было, то почему именно так произошло? Я хочу напомнить, многим, наверное, помнят и знают, я об этом писал раньше. Несколько лет назад в городе Акчубинске религиозные активисты захватили оружейный склад, напали на воинскую часть, убили там военнослужащего и продавца магазина. На такое нехорошее, очень сложное событие. В результате, значит, ну, все были пойманы, все были локализованы, получили сроки, прошел суд. В результате председатель КНБ Владимир Жумаканов потерял должность. Значит, я не то, что предполагаю, я знаю, что внутри КНБ создавали боевые группы для того, чтобы компрометировать народные проявления, митинги. Значит, вот эти мирные митинги подлежали с точки зрения борьбы с внутренними врагами, так в кавычках скажу, подлежали компрометации. Всем известны украинские тетушки, которые компрометировали народные проявления, митинги. В России часто применялись провокаторы для того, чтобы компрометировать волеизъявления народа. В Казахстане, мне достоверно известно, что КНБ Казахстана в последние годы, в последние десятилетия готовили подобных провокаторов. Они входили в число агентуры, в число доверенных лиц, в число источников органов Комитета национальной безопасности, во всех территориальных органах КНБ. И эти провокаторы, боевики, специально готовились чисто для компрометации митингов, которые организуются гражданскими активистами. Вот то, что случилось в Алмате, прежде всего, но и в других городах, вот эти погромы, все они спровоцированы агентурой Комитета национальной безопасности нашего государства. И я не вижу просто другого способа для того, чтобы, вернее, другого вида деятельности органов КНБ, для того, чтобы скомпрометировать митинги, укрепить власть, не допустить изменения политических реформ и тому подобное. То есть, однозначно, тут нет государственного переворота сверху. Те же ответственные люди КНБ, Масимов, Саматапиш, другие руководители, они, во-первых, не предотвратили последствий тяжелых, занимаясь компрометацией мирных митингов, они не предотвратили возможных проявлений, вот этих тяжелых проявлений. Очень много примеров, когда авторитарные режимы, используя свои вот эти конспиративные подпольные методы, в конечном итоге приводят к дестабилизации обстановки в стране, к тяжелым проявлениям и прочее. Поэтому были первоначально арестованы с первого Саматапиш, как ответственные за эту линию направления, ну, потом он отпущен, с учетом тех договоренностей, о которых мы с вами говорили в начале, договоренностей с Назарбаевым. Отпущены, значит, он на свободе. Но всю ответственность за подготовку этих боевиков несет сегодня Карим Масимов. Если мы поднимем, если у кого-то есть доступ к архивам, к учетам Комитета национальной безопасности, учетам агентуры доверенных лиц, источников различного характера, агентуры влияния, то если хотят найти террористов, которые осуществили все это, то в списках КНБ они все фигурируют. Они все зарегистрированы под конкретными номерами, под грифом «Совершенно секретно». Эти люди все имеются. Если не все, то большинство. Вот это вот боевики, подготовленные к КНБ, следом за ним криминальные всякие структуры, значит, с базаров, со спортивных организаций, а дальше уже простые люди, мародеры, обездоленные, которые использовали вот этот хаос для того, чтобы хотя бы слегка найти булку хлеба там или еще что-то, одежду какую-то. Вот это все превратилось в то, что мы имеем. Никакого государственного переворота, на мой взгляд, не было. Между Назарбаевым и Такаевым мир, дружба и, как дальше говорить, молодежь, я уже забыл.